Церковь — это ислам, это буддизм, это иудаизм. И задача наших научно-сотрудников, наших экскурсоводов, когда к нам приходят на экскурсию, особенно школьники, не воспитывать религиозность, а воспитывать, прежде всего, просвещать и воспитывать уважение к одной из религий. Приходят люди к нам совершенно разных, вероисповедания. Мы не мониторим никогда эту ситуацию, к какому вероисповеданию пришли, если уже люди состоявшиеся и взрослые. И поэтому задача здесь музея как раз просвещать. И интерес, кстати, абсолютно обоюдный. Точно так же, когда к нам приходят посетители православного вероисповедания, им интересно, конечно, вот, например, у нас есть экскурсия, это мировые религии, например, она называется, или три ветви христианства, понимаем, да, православие, протестантизм, ревоскокатолическое, очень высокий интерес. И в то же время автобусные экскурсии мы делаем по городу. Кстати, совсем недавно, вот, Владимирский округ нам заказал большие две экскурсии. Называется одна, многоконфессиональная Санкт-Петербург, соответственно, начинается с Невского проспекта, с посещения православного храма, и туда входит все, посещение мечети соборной, уникальность совершенно, посещение большой горальной синагоги и посещение дацана, единственного дацана, который есть вообще на северо-западе. Так вам помог, пожалуйста, буддизм, ислам, христианство и все. И отдельно, конечно, отдельно у нас есть, бесспорно, много очень экскурсий, посвященных православию. В 2015 году наш музей в декабре 2015 года открыл новую практически экспозицию истории русской православной церкви, причем от истоков до сегодняшнего дня. И здесь, конечно, тоже очень-очень большой интерес. Мы 4 года занимались этим вопросом, и отсутствие одного из главных разделов на экспозиции нашего музея сказалось отчасти и на посещение этого музея. Так что интерес обязательно очень большой. Я говорю, что мировые религии, история или же три ветви христианства, пожалуй, одни из самых востребованных экскурсий в нашем музее.